привет всем друзья и в этом видео хотелось бы отвечать на комментарии где искать рыбу при высоком и низком давлении и параллельно с этим рассказать об одной очень весьма друзья распространенные зимние ошибки рыбаком при низком и высоком давлении при ловле той или иной рыбы а именно мирной и хищной ну отвечая на вопрос где искать рыбу при высоком и низком давлении также в принципе где и при обычном нормальном давлении в той же самой местности где вы ищете рыбу буря одну за другой то есть ищем активную рыбу а теперь друзья об одной весьма не менее распространенной очень ошибочки когда давление на зимние рыбалки низко лучше всего ловить мирную рыбу такую как плотва или по-другому называют с оружия погода то есть когда идет дождь сырой снег дождем или просто снег температура на улице держится ближе к нулю либо плюсовая давление низкое там 720 730 или даже 740 в принципе это тоже порядком уже низкое нормальное давление это где-то порядком от 755 до 765 это золотое давление при котором ловить можно всех и всюду как мирную так и хищную рыбу то есть клюют все без исключения будь то окунь плотва или лед голавль ерш уклейка и так далее и клюют фактически на все насадки те которые есть друзья у вас а вот когда на улице допустим давление высокое то ловите лучше всего хищную рыбу такую как окунь или голавль не плотву и вот друзья ошибка заключается бывает рыбака там приехал рыбак на рыбалку давление выходное было допустим 730 он так половил плотвички ох нормально наловил на следующий выходной он думает ну я сейчас поеду на то же самое место половлю опять же плотвичку а за неделю давление бах 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 прыгала прыгала и упрыгала приезжает на то же самое место делает лунки начинают ловить плотву не берет лунка за лункой не клюет то что а потом давление то упрыгало вверх то есть теперь надо ловить уже не плотву а ловить надо окуня или же голавля то есть хищную рыбу та же самая распространенная ошибка бывает и наоборот приехал рыбак на рыбалочку половил окушка тех размеров которые согласно есть в вашем водоеме все хорошо давление было высоко так же скажу о максимально высоком и низком чуть позже ну вот хорошо половил отловился в той или иной местности опять же через выходные через неделю приезжает на то же самое место думает ну сейчас я половлю окушка те самые насадки на которые он ловил у него уже в наличии бах 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 не клюет по что а потом давление уже упрыгало вниз то есть стало максимально низким то есть сторожая друзья погода и частенько рыбаки допускают весьма вот эту очень распространенную ошибку почему я во многих видеороликах всегда говорил баромет это отличный и хороший друг рыбака как на зиме так в принципе на летней рыбалке потому что именно он подскажет вам какую рыбу на рыбалке ловить то есть когда давление низкое то ловить лучше минмальную рыбу такую как плотва а когда давление высокое то ловить лучше с Hygggen рыбу такой как голавель и окунь но есть два максимально низкое и максимально высокое давление их два где они клюет никто. Ни мирная, ни хищная рыба, ни на реке, ни на озере. Как говорится, ни в какую погоду, друзья. Будь то пасмурно, будь то ясно, без разницы. Низкое, минимально низкое давление, это 720 мм ртутного столба и ниже. Встречается крайне редко, там 715, это очень низкое давление и вообще в природе, как зимой, так и летом, встречается весьма крайне редко. Обычно, минимально низкое заходит за отметки 720. Но дальше здесь уже мирная рыбка клюет похуже, а хищная не клюет вообще. Никакая, ни окунь, ни головля. И есть максимально высокое давление, это 780 мм ртутного столба. Мирная рыба в этом случае не клюет вообще. Никакая. 780 мм и выше. Да, есть такое, выше тоже встречается, как зимой, так и летом, крайне-крайне редко. Было у нас тут не так давно, такое давление 788 мм ртутного столба. Не клюет никто нигде, ни на реке, ни на озере, опять же, никакую погоду. И ни на одну насадку. Никто. Но при давлении, допустим, 770-775, это тоже считается максимально высоким давлением, но, по крайней мере, хотя бы клюет хищная рыба, но, опять же, не клюет мирная. Такая, как елец, плотва, вот. Но, зато, можно половить так же, как и при низком давлении, уклейку. Она берёт как при низком давлении, так и при максимальном, в принципе, высоком давлении на зимней рыбалке. Но, опять же, уклейки в ваших водоёмах бывают по размерам разные, бывают такие, бывают и вот такие. На них, на уклейку, на саму уклейку, как рыбу, фактически не действует ни высокое, ни низкое давление. Ещё не действует на незацепляйку вот такую. На неё тоже ничего не берёт. Ну, такая рыба, я думаю, ни одному рыбаку не нужна. Поклёвок куча целая, подсеченького невозможно, а если что, и достанешь такую, да, то придётся обратно в лунку выкинуть. Куда её? Даже как будто в глаза стыдно смотреть с такой рыбой. Ну, вот, друзья, если вы отправились на рыбалку и у вас давление высокое, ловите хищную рыбу, окунь, голавль, а если давление низкое, ловите мирную рыбу, такую, как платва. И тогда будете на зимней рыбалке всегда с рыбой. Ну, а чтобы конкретно знать, какое давление у вас сейчас на улице, не лезьте в поисковики типа Яндекса, Гесметио и так далее. лучше купить баромет, повесить он, друзья, вас никогда не обманет. Он покажет вам точно атмосферное давление. А также покажет, извините, также покажет скачки вверх либо вниз. при скачках в 20-25-30 миллиметров не клюет никто нигде и ни на что. Ни на реке, ни на озере, ни в какую погоду. Ни в ясную, ни в паспортную, ни зимой, ни весной, ни летом, ни осенью. Вот такая друзья, информация. Всем удачи, всем пока.